Света Примак Подвиги обычных людей После рождения и до шести лет Он рос в детском доме А потом Саша обрел маму и трех братьев Двое из которых тоже были приемными Я попал в семью Там был старший брат А потом мама взяла Двоих В общей сложности нас было четверо Как я попал? Я попал очень Соответственным образом Меня побывали в церковь А мама у меня псаломщик В хоре пела И она играла на разных Народных инструментах На баяне, на балалайке На доме Даже на доме Естественно К музыкальным пристрастиям У меня было с детства Я даже в школе Пытался играть на тромбоне И есть несколько даже Композиций Которые я могу сыграть на пиану Пел в хоре В основном пел Так что к искусству Я был приучен Наверное С самых ранних лет Саша рос в заботе И не задумывался о том Что отличается от других Именно семья стала той опорой Которая помогла ему идти дальше Нужно сделать все возможное Чтобы у вас был дома Хорошо, уютно И чтобы у вас были Понимающие люди Соответственно У меня были мотивы Дальше развиваться Так как дома было все в порядке В 9 лет Скучая в больнице Саша начал рисовать В 15 он поступил На отделение живописи В Московский колледж Реабилитационный центр Для инвалидов Там он общался С однокурсниками И многому у них учился Было действительно сложно И надо было Как-то себя стимулировать Потому что психологически Меня никто не учил Что есть еще Помимо физических Также моральные Какие-то ограничения Связанные с физикой Я не мог успевать За другими в принципе Жизнь настолько была активная Там нужно было И за девчонками успеть Там хотелось Какие-то отношения Бурлило Молодость И хотелось Быть активным Точно таким же активным Как и все Ребята моего возраста Вот А так как Я в достаточно раннем возрасте Уже был в колледже Там были все старшие меня Соответственно Мне хотелось равняться Именно на старших ребят И я общался с более Наверное сказать Подготовленными Опытными людьми И мне это повезло Потому что я начал Окружать себя Более компетентными людьми В своей области Интересно На то Что я могу больше Потому что Изначально Я был очень активным И для меня было важно Доказать себе Что я могу Лучше Больше И качественно И я иногда Привестывал Многих других детей Из своих сверстников Первое Это потому что Я общался С компетентными людьми Второе Это потому что Я себе не давал Стоять на месте Все время развивался И важный аспект Окружение мое Все было качественнее И качественнее За счет этого Я компенсировал Свои недостатки О своих недостатках Как он их назвал Саша говорит с юмором И в этом тоже его сила Как это Волка кормят лапы Мои лапы тоже кормят меня Потому что Я превращаю Все что Есть В моей жизни Условным недостатком Моя задача Препройтить Эту достоинство Картины Александра Пахелько Выставлялись В разных городах России А еще в США Франции Индии Швейцарии И Германии В моем понимании Когда ты делаешь Счастливых кого Ты отчасти Счастлив сам Это сложно Порой невозможно Идут на благотворительность Мне оправдали Работы Около миллиона Что ли Получилось Даже больше полтора миллиона За 10 тысяч долларов Продали Но эти деньги Пошли Ну почти полностью На благотворительность На аукцион Я получил только за работу В 23 года Александр Пахелько Стал первым участником Программы «Хочу ходить» Его успешно Прооперировали И протезировали В США После этого Начались его Спортивные успехи У Александра Множество побед В триатлоне Морском многоборье Марафонах Он занимался Волейболом Боксом Парашютным спортом Саша Вдохновитель проекта По развитию инклюзивного Парусного спорта Помощник тренера По адаптивному Сабсерфингу Я увлекаюсь Всем тем Что я люблю Все делают То, что мне нравится Все равно Мне приходится Почему-то Что-то доказывать Потому что привык Привык Бороться Привык Делать какие-то Вещи Которые Но совершенно Не нужны На самом деле В этот период Дисциплина Позволяет Все-таки Немножечко Себя собрать И сделать Более-менее Оптимальным И Трудоспособным И Более качественным Более компетентным В своих действиях И формировать Более Нужные И полезные Привычки Еще одно достижение Александра Пахелько Покорение Горы Килиманджаро Парень Сделал это Трижды Не думал Что меня Прославит Этот поход И я соглашусь Еще на Два раза В походе Мы Останавливались На нескольких Кемпингах Ну получается Остановочные Там лагеря были И дальше Там Переночевывали И дальше Шли около Шести дней Получилось То есть пока Акклиматизация Была Пока там Снаряжение Все остальное Надо было подготовить И так как мы Медленно Шли То естественно Чтобы и вода И все было В достатке Вот Нам приходилось Довольно часто Останавливаться Но даже Несмотря на то Что был Достаточно легкий Путь Мы шли По прямой Мы не шли Скалистыми Местами И в этом плане Каких-то Супер Ожиданий У меня Не было Я думаю Что да Должно было Быть тяжело Было тяжело А так Чтобы прям Гипер Там Каких-то Трудностей Или Какие-то Страхи Нет Не думаю Не было Наоборот Было больше Любопытство Смогу ли я Вообще дойти В первый Второй раз Саша прошел На протезах Лишь часть пути А дальше На коленях Потому что Снаряжение рвалось А протезы ломались И только в третий раз Практически Весь путь Он прошел на протезах Помог опыт Предыдущих Восхождений Второй раз Было попроще Третий раз Я прошел Уже с легкостью Потому что Был и опыт Было понимание Что делать И были знания Куда идти И это Было увлекательно И В следующий поход Я обязательно пойду Если на Килимаджар То куда-нибудь точно Где черпает силы Александр Пахилько Что заставляет Его преодолевать Трудности Не жаловаться И не опускать руки Все очень просто Не давать себе Думать об этом Надо Себя занимать Свои мысли Особенно Мысли О более позитивных вещах Заставлять себя Думать о добром К сожалению У нас Есть особенность У людей Думать Все только о плохом Потом Из этого плохого Пытаться найти Что-то хорошее Нужно Делать Все с точностью Наоборот Нужно Из плохого Изымать Что-то хорошее Потому что Качество Приходит Из количества Количество Этих плохих вещей Которые Свершаются С тобой Они превращаются В опыт Опыт Делает тебя Более богатым Обогащенным В плане умений И если правильно Распределить Все свои умения Они превращаются В доброкачественные Деяния Поэтому Добродетели Нужно делать Добрые дела Нам стало Любопытно Какие люди Мотивируют Самого Александра Послушайте Его ответ У меня Есть всегда Хороший Пример Из разных Фильмов Из разных Книжек Спикеров Не считая Конечно Никавыча Потому что Все Знают Никавыча Сейчас Много разных Примеров Современных Людей Которые Сейчас делают Что-то Они не богатые Но они Меняют мир И они делают Что-то Доброе И полезное Вот такие люди Меня мотивируют Я понимаю Что они Не нуждались В какой-то Славе В каких-то Там Деньгах Напротив У них Была мотивация Сделать что-то Для себя Так Чтобы Это работало Это по-моему Очень хорошая Достойная Мотивация Для человека Который Живет Не впустую А Имеет Какие-то Ценности Равноценные Его поступкам Мы хотим Разбудить В людях Неравнодушие К чужой беде Вдохновить На добрые дела И подарить Веру В человечность И поэтому Делаем подкаст Подвиги Обычных людей При поддержке Фонда Президентских Крантов Над этим Эпизодом Работали Автор сценария И диктор Светлана Примак Журналист Надежда Собурова Звукорежиссер Елена Пугаева Главный редактор Наталья Широкова В следующем эпизоде Мы расскажем Про Андрея Сампилова Из Бурятии Летом 2020 года Он во время грозы Спас двух девочек Которых унесло На глубину В маленькой Надувной лодке Чтобы не пропустить Этот эпизод Подписывайтесь На подвиги Обычных людей На всех площадках Где вы слушаете Подкасты И берегите себя